Героям вечная слава. Средний Урал стал сегодня частью всемирной акции «Бессмертный полк». Только в Екатеринбурге с портретами погибших фронтовиков прошли более 50 тысяч человек. В единый строй вместе со свердловчанами встали и корреспонденты событий. Живые и павшие в едином строю. Река памяти разлилась по проспекту Ленина на несколько километров. Екатеринбург присоединился ко всемирной акции «Бессмертный полк». Каждый, кто пришел сюда, хочет, чтобы подвиг его предков не был забыт. Это, во-первых, память. Я считаю, что нужно сохранять, иначе и будущего не будет, если не будешь помнить о прошлом. Для меня это, конечно, соединение со своими близкими. Снова вспомнить о них радостно. Я тезка моего прадеда. Я попробовал полностью воссоздать его облик, когда он воевал. То есть он прошел всю войну, он начал под Сталинградом и закончил в Берлине. Венчает колонну «Бессмертного полка» двухсотметровая копия знамени Победы. Ее подарили городу участники автопробега «Звезда нашей Великой Победы». К шествию присоединяется и губернатор Евгений Куйвышев. Сюда он пришел с сыном, который нес фотографию своего прадеда Леонида Васильевича Куйвышева. Он воевал на Третьем Белорусском фронте. «Бессмертному полку! Ура, товарищи! Ура!» Уже перед трибуной, где сидят герои, участники акции благодарят их за подвиг, за возможность жить в мирное время. Такой прием, по словам самих ветеранов, заставил вспомнить своих товарищей и родных. «У меня три брата тоже не вернулись с фронта, на шесть человек братьев участвовало. И я им признателен, что они помнят своих родственников – дедов, отцов, прадедов». 71 год – это целая жизнь. В некоторых семьях сменилось 3-4 поколения. Несмотря на это, в плотном строю плечом к плечу идут и те, кто не застал в живых прабабушек и прадедушек. «Я знаю, что вот мой дедушка, он воевал, он старшина и командир орудия. Он прошел всю войну, и если бы он не победил, то, может быть, меня и моей мамы не было». «Шикарная акция, которую мы обязательно будем посещать ежегодно всей семьей. Очень гордимся своими бессмертными дедами и хотим, чтобы вся страна знала о них». Теперь на старших лежит ответственность – сохранить и передать своим детям историю. «Рассказать о подвиге своих предков». «Девятое мая – это праздник, и благодаря победе наших отцов, прадедов, сегодня мы имеем мирное небо над головой, мы имеем такой прекрасный солнечный день, и можем все взрослые дети пройтись плечом к плечу в этом шествии. Знак памяти, уважения нашим предкам». Памяти героях проносят на руках. На черно-белых фотографиях совсем еще молодые, только окончившие школу юноши и девушки. Из Свердловской области на фронт ушло 730 тысяч человек. Из них почти половина – 300 тысяч – не вернулось. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий уядших глядя». Бессмертный полк объединил буквально весь мир. Потомки героев пронесли портреты участников Великой Отечественной войны по улицам Америки, Европы, Австралии, стран СНГ. В России в каждом городе был сформирован свой бессмертный полк. Только в Екатеринбурге, по предварительным подсчетам, в нем приняли участие более 50 тысяч человек. Антон Чистяков, Алена Дениченко, Евгений Кузнецов. События ОТВ.